Привет Рада тебя видеть Сегодня я буду читать тебе сказку Сказка называется Джек Победитель Великанов Усаживайся поудобней Бери теплый чай Окутайся в теплый клет И расслабляйся Слушай, отдыхай И засыпай Джек Победитель Великанов Давным-давно, еще во времена доброго короля Артура В одной из деревень графства Корнуэл Жил крестьянин У которого был один единственный сын Джек Такой ловкий, такой смекалистый Что равных ему не находилось Во все круги А на острове под названием Корнуэльская гора Обитал великан Корморен Корморен Ростом он был Согромный дом Толщиной он был С необъятное дерево А лицо у него Было настолько ужасное Что даже Описать невозможно Он Таился В темной пещере А когда его одолевал голод Он выбирался наружу И хватал все Все, что ему попадалось под руку При виде такого страшилища Люди разбегались Кто куда Оставляя свои дома А тем временем Великан-то все Сгребал 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 Их скот Утаскивал к себе В пещеру С полдюжины Быков А также Бесчетное число Овец И свиней Которых он подвешивал К поясу Словно по связку Ключей Вот так На протяжении многих лет Карморен Нагонял страх На корнуэльских жителей И вот В конце концов Не выдержали И устроили они Столичный ратуши Собрание Дабы решить Как Противостоять Злу А какая награда Полагается тому Кто справится С Кармореном Поинтересовался Джек Который Тоже был На том совете Его Несметные Сокровища Ответили Присутствующие Ну тогда Я избавлю вас От напасти Воскликнул Юноша Темной ночью Вооружившись Киркой И со ступом Прихватив с собой Рожок Он отправился На корнуэльскую гору И взялся За работу К утру Отважный юноша Вырыл Яму Размером С целый дом Накрыл ее Соломой Ветками А потом еще Земелькой сверху Так присыпал Чтобы Получше Замаскировать Ловушку Затем Он уселся На самый краешек Данной ямы И Как можно дальше От пещеры Корморена С восходом солнца Заиграл на рожке И вот спустя миг Великан выскочил из пещеры Вотрываясь От громоподобного Крика Негодник А как ты посмел Нарушить Мой покой Теперь Тебе Нездобровать Ох Погоди Сейчас Я схвачу тебя Доборзав Другую Твоим Тщедушным Целицем Ам-ням-ням Но не успел Великан Сказать все свои угрозы Как его душа провалилась в яму И от этого До падения Затрогнулась Вся Земля Ох Страшила Попался Как же ты меня теперь сожрешь Почта тебе моет Тщедушное Дельце Триумфально кричал Джек Хволю поглумившись над Кормореном Джек изо всех сил Огрел его киркой по голове И великан Испустил Дух Тогда юноша Да засыпал ямы землей Да подался на поиски Кармореновой пещеры К счастью Жилище великана Нашлось без труда А в нем-то Джек Обнаружил целую гуру сокровища Впрочем Он взял с собой лишь малую часть этих богатств И вот уже на следующий день Весь Корнуэл гудел о подвиге крестьянского сына В благодарность люди прозвали его Джек Победитель великанов А магистрат Наградил его мечом и поясом С золотой вышивкой Сей юнец из Корнуэл Самый ловкий, самый свелый Он победитель великанов Слава Джека облетела всю Западную Англию Так что вскоре о нем прослышал и великан Блондебор Жил он в зачарованном замке Среди дремучего леса Скорбя о гибели своего родича Блондебор поклялся во что бы то ни стало Отомстить наглому юнцу И даже подумывал о том Чтобы самому разыскать негодника Однако Джек опередил его Спустя несколько месяцев После расправы над Гармареном Отважный юноша Отправился в Уэльс Его путь пролегал через лес Где как раз таки и обитала Блондебор И там Джек вдруг почувствовал сильную усталость И в силах больше держаться на ногах Он присел на опушке у ручейка Да, и не заметил как он уснул А тем временем из чащи Выжил сам Блондебор Увидав спящего юношу Великан Склонился Над ней Чтобы разглядеть надпись На его поясе И понял Что наконец-то Повстречал Того самого Победителя Великанов И возликовал В Блондебор Взвалил юношу На плечо Да Потащил Свои владения Как раз тогда Когда он продирался к замку Через неприходимые заросли Джек проснулся И с ужасом узнал Что произошло Но Это оказалось не самой плохой новостью В тот день Ведь добравшись до замка Блондебор Запер Джека в огромной комнате А сам он пошел звать своего брата Великана Который жил по соседству Чтобы разделить с ним добычу Джек уселся у окна И принялся наблюдать Подзавидев Как к замку направляется Два великана Он решил Одно из двух Либо я сейчас умру Либо вырвусь отсюда Он огляделся по сторонам И в углу валялось Несколько крепких веревочек Что было очень даже неплохо Вытянув две из них Юноша завязал На каждой по петле А затем высунулся из окна Пока Великаны в предвкушении Трайпезы возились Железной дверью Джек накинул им на шеи петли Перебросил концы веревок Через балку И дернул Что было сил В тот же мигчутища Задохнулись Отпустив Веревки Джек вытащил меч Да проткнул терла врагов А после отпер блондеборовыми ключами Все комнаты в замке Как оказалось В одной из них томились Три прекрасные девушки И Джек Выпустил их на волю Теперь вы совершенно свободны Леди Я убил обоих чудовищ Воскликнул он И передав пленницам ключи Снова двинулся В путь Ему хотелось скорее прибыть В Уэльс Поэтому он старался шагать Как можно быстрее И почти не замечал дороги Так он ушел и шел Пока не стемнело И лишь тогда заметил Что по близости нет Ни одного дома Охваченный паникой Джек нырнул в какую-то ложбинку И внезапно Нуткнулся в огромный дом Вздохнув с обличением Он смело постучал в двери Однако Встречать его вышел Совсем необычный человек А двухглавый великан Его лицо казалось Не таким злым Как у других великанов Но Джек не знал Что это никто иной Как сам Уэльский великан Который творит зло Из подтяжка Который Притворяется другом Не ожидая подвоха Юноша подпросил разрешение Переночевать И великан С виду радушно Проводил его в спальню Однако Посреди ночи Джек услышал за стеной Пормотание Коль ты лег В мою кровать В ней тебе и помирать Там дубинки поплясать Ребра все пересчитать И он Узнал голос Великана Так вот Ты какой Шуточки свои Уэльские со мной шутишь Посмотрим Кто кого Перехитрит Скачив с кровати Юноша сунул туда бревно Он сам же притаился В уголке И вскоре Джек услышал Как великан Отворяет двери А затем из-за всей силы Колодит огромной дубинкой По кровати Если всю свою злобу Он ушел Уверенный, что от Джека И мокрое место не осталось А утром же Увидел гостя Живым Да невредимым Усмехаясь, тот поблагодарил хозяина За гостеприимство Уже было собралось покинуть его жилище Но А как тебе спалось Ничто не мешало ночью Поинтересовался у него великан Ой, да Прекрасно спалось Вот если бы еще крыс не было Мне показалось Что кто-то из них Пару раз задел меня хвостом Явно Ошарашенный великан Предложил Джеку позавтракать И он уже пришлось согласиться Тогда великан Поставил на стол Громадный таз С пудингом Который простому человеку Но никак было не осилить Однако Джек снова нашел выход Незаметно Сунув под куртку большой кожаный мешочек Во время еды Он тайком принялся Складывать туда Пудинг А после окончания трапезы Заявил, что может показать Настоящее чудо Собо собой Великан потребовал доказательства И юноша, схватив нож Одним движением распорол мешок Съеденный пудинг Тут же оказался на земле А ну-ка, постой Я тоже могу такие чудеса творить Воскликнул великан И не раздумывая Вспорол себе живот Тут-то ему и пришел конец А тем временем Единственный королевский сын Отправлялся в Уэльс Чтобы спасти одну красавицу Одержимую семью духами Разумеется, король Артур Не хотел отпускать сына В такое опасное путешествие Тем более В дорогу тут просил Очень много денег Но принц был непреклонен Но в конце концов Отец уступил И вот погрузив на коня Целый мешок золотых монет А на другого Усадив молодого принца Артур Проводил его вторушку За несколько дней Принц добрался до одного из Уэльских городков И на площади увидел шумную толпу Поинтересовавшись Что же здесь происходит Он узнал, что все люди Сторожат мертвеца Который при жизни Задолжал им Слишком много денег Чтобы успокоиться Чтобы успокоиться в земле Принц удивился Жестокостью местных людей И приказал Немедленно похороните этого человека А затем возвращайтесь ко мне Я возмещу вам все долги Люди-то исполнили приказ А принц выполнил свое обещание После чего Он обнаружил Что у него осталось всего лишь Две монетки Пораженный такой щедростью Джек Который без течения обстоятельств Тоже оказался в этом городке Решил попроситься к принцу на службу Тот ему не отказал А утром они вдвоем Отправились в путь И вот на выезде из города Принца окликнула Какая-то старая женщина Милок Семь лет назад покойник-то занял у меня Две монетки Прошу их возвратить ты мне Ведь ты вернул долги всем остальным горожанам Но принц выводил из кармана Последние деньги Та отдал старухе В итоге у двоих путников Осталось всего ничего Лишь несколько Джековых монет И те днем Они потратили на обед Вечером же принц бы схватился В отчаянии Да вызвал к попутчику Что же нам делать, Джек Ведь деньги все наши закончились Не думай об этом, мой господин Тут не вдалеке живет Трехглавый великан Способный одолеть Пятьсот воинов Так, чему же ты тогда радуешься? Это великан расставит нас Одним махом А затем упрячет в тупло своего гнилого зуба А вот и нет Я отправлюсь в его логово прямо сейчас Подготовлю ему достойную встречу А ты Оставайся здесь И жди меня Воскликнул Джек И направился К замку великана Когда он постучал В замковые ворота Ему показалось Будто звук этого разошелся На все окрестные холмы Кто здесь? Послышался в ответ Громоглазный рев великана Дядюшка Ты что ж не узнаешь своего племянника? Ответил ему Джек И какие же новости Ты принес Прельмянничек? Попросила Трехглавое чудище Отворяя ворота Плохие, плохие, очень плохие Дядечка Разве мой племянник может являться ко мне с плохими новостями? Разве он забыл, что у меня три головы? Ты же прекрасно знаешь, что я без труда уничтожу полтысячи воинов в доспехах Разбросых по округе Словно солом по ветру Да, но сюда мчится целая тысяча вооруженных до зубов воинов По главе с королевским сыном Который намеревается лишить тебя жизни А затем Забрать все твои сокровища Вот оно как Это очень плохие новости Слушай Я спрячусь у подземелья А ты закрой меня на замок И держи у себя ключи Пока принц Не покинет замок Утром Джек И вот Джек, выполнив все указания великана Вернулся за принцем Уже вдвоем Они нагрянули в замок Да повеселились от души Утром Джек Так набралось замковой Закровищницы Злот Серебра Погрызил вновь наполненный мешок на коня И вместе с принцем вышел за ворота Отдалившись от замка Юноша посоветовал принцу ехать вперед Чтобы великан не учуял его Сам вернулся и выпустил пленника на волю Чем тебя наградить, дорогой племянник? Спросил его великан Ничего не нужно Разве что куртку твою старую Шапку Ночные туфли Торжавый меч Это ведь самое ценное Куртка делает невидимым Туфли переносит в любое нужное тебе место А шапка А шапка читает чужие мысли А меч Рассекает все Все Что ты пожелаешь Эх, ну что ж Ты это заслужил Забирай Юноша, поблагодарив его за подарки Рыцарь отправился вслед за принцем Так что в королевский замок Они возвращались вдвоем За смелость и находчивость Джека Посвятили Рыцаря круглого стола А в скором времени Он снова отправился На поиски великанов Впрочем Долго ему искать не пришлось Ведь неподалеку от королевского замка Джек заприметил Пещерку У входа в который сидел великан С увесистой палец И на боку Физиономия его Была крайне свирепа Глаза плыли огнем Щеки походили на свиные окорока А борода напоминала Железные прутья На плечах чудовища извивались Змеи волосы И Джеку показалось, будто бы он слышит их Шипение 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 Докинув куртку-невидимку Джек ползком подкрался к великану Ага! Сейчас я оторву тебе бороду! Закричал он во всю глотку А спид и столк великан Оглянулся А юноша между тем Подполз к нему сзади И вонзил ржавый меч В могучую спину И как только бездыханное тело Чуть еще рухнуло на землю Джек Отжибил ему голову И доставил трофей К двору короля Артура По такому случаю Король-то устроил пир на весь мир Однако в самый разгар праздниц Конец принес нерадостную весть Королевским владением Приближается Двуглавый великан Тандертелл Который узнал о смерти родни И прибыл с севера Чтобы отомстить убийце Джек Ничуть не испугал Он широко усмехнулся и крикнул Но ему не стопрать Попрошу всех выйти взад Полюбоваться Как истохнет грустный великан Тандертелл Прежде чем вступать в схватку с чудищем Он велел подбелить С обеих сторон разводной мост На тропом окружающем Говорил Левский замок Сам же замок располагался На высоком острове И попасть туда можно было Только по этому мосту Ведь иных мостов здесь не построили А переплыть глубокий и широкий ров Еще никому не удавалось К счастью, когда Тандертелл подошел к мосту Он уже был готов к встрече с ним Так что Джеку оставалось Лишь накинуть куртку Захватить ржавый меч Доброситься в атаку Разумеется, великан Не видел юношу Однако его нос Учуял человеческий дух И он насмешливо прорычал Будь он мертвый или живой Попадет в желудок Мой Ого! Ну и обжора! Присвистнул Джек Так вот Кто погубил моих родных Сейчас я разорву твое тело зубами А кости затру в порошок А ты попробуй Сначала поймай меня Крикнул Джек И затем снял куртку, чтобы великан видел его А пулон туфли-скороходы Добросился на утек Великан же сорвался с места И погнался за ним Земля затрошала под его ногами А Джеку вздумалось Позабавить зрителей Поэтому он нарочно принялся Морочить противника Заставляя его кидаться То в одну, то в другую То в одну То в другую сторону Через некоторое время юноша решил, что Пора прекращать игру И перескочил на мост Само собой, великан помчался за ним Однако, не успев добежать до середины моста Он полетел в ров Брахтаясь в воде Дундердел бронился На чем свет стоит Но поделать он ничего не мог Между тем, Джек Стоял в старанке И потешался над Версилой А когда же ему наскучило Накинул на обе великанские головы Вожжи И при помощи запряженных коней Вытащил Дундерделла На берег Затем он отрубил сопернику головы И преподнес их королю И вот Следующие несколько дней Джек развлекался на балах Потом его снова Вытянуло на приключения Долго-долго Он мразил по лесам Пока не очутился у подножья Высокой-высокой Горы А там приютилась Одинокая избушка Поскольку приближалась ночь Джек вынужден был постучать в двери К нему вышел старец Отец, разреши переночевать у тебя Я заблудился и встретил ночь в дороге Заходи Располагайся в моей убогой хижине Переступив порог Джек уселся подле старика И тот сказал ему Надпись на твоем поясе Сын мой гласит Что ты побеждаешь великанов Тогда тебе следует Кое о чем узнать На вершине Вон той горы Что виднеется за окном Освышается зачарованный замок Принадлежит он великану Галлигантюа Который при помощи колдуна Заманивает свое логово Девушек И юношей А затем Он превращает их Животных Одной из этих жертв Чудовище стала Прекрасная дочь герцога Ее схватили, когда она гуляла В отцовском саду Доставив замок На огненной колеснице Запряженной летающими драконами И превратили В белую лань Там она и томится Заберти по сей день Немало рыцарей Пытались освободить ее От злых чар Но все было зря Страшные грифоны Охраняют ворота замка Убивают каждого Кто пытается туда Войти Однако У тебя есть преимущество Ты можешь сделаться невидимым И перехитрить грифонов А надпись Высоченная на ворот Подскажет тебе, что делать дальше Джек Пообещал старику, что утром Отправится в замок И освободит девушку любой ценой И вот на следующий день Он встал ни свет ни заря Надел все свои волшебные вещи И отправился В логово врага Очутившись на вершине горы Джек сразу же увидел грифонов Однако благодаря волшебной куртке Ему удалось миновать Страшников Незамеченным И вот вскоре он стоял У замковых ворот На которых красовался Золотой рог И читал высеченные там слова Кто в рог Золотой сможет сыграть Тому же страха Вовек не узнать Тот замок разрушит И зло победит А значит монархам не будет забыт Точетав до конца Джек схватил рог И затрубил И в тот час громадный замок Зажатался Оттуда выбежали великан Колнун И в предметной огонь Они рвали на себе волосы Однако сдаваться не собирались Намеревались наистить Джеку Согрушительный удар Великан нагнулся Из увесистой дубинкой Что валялась на земле Но юноша оказался ловче И воспользовавшись моментом Одним махом снес вертили голову В то же время мощный вихрь Подхватил колдуна И унес за три моря Вот тогда злые чары-то развеялись Птицы да звери, заточенные в замке Превратились в людей А сам замок исчез Будто бы его и не было А желая наградить героя за честную службу Король Артур Убедил герцога Выдать дочь за него замуж И вскоре Счастливые возлюбленные Обвенчались И на их свадьбе гуляли Все жители королевства А после церемонии Король посвятил Джека В рыцаре Пожаловал ему великолепный замок С роскошными угодьями Где супруги жили В любви и согласии До конца своих дней Вот и сказке конец А кто слушал Молодец Ну Победитель великанов Хотя мне частично Даже великанов немного жалко Понятно Они плохие Но все равно Капельку Самка Так милая сказка Надеюсь, что Тебе она тоже понравилась И тебе было приятно ее послушать Что твои ушки Под нее расслабились А может даже Промурашились Не забывай ставить лайки Если тебе нравится Чтение И писать Что ты хочешь Слышать в этой категории Видео Пока-пока Пока Пока-пока-пока